Вы должны вести журнал учета. Вы увидите, что бы ни происходило, ваша жизнь не пойдет под откос. Важно не только то, что вы видите, но и то, как вы это идите. Проверьте, живы ли вы. Если да, просто сделайте это ради себя. Это конец всем страданиям. Вы сможете исследовать всю глубину и измерение этой жизни, только когда перестанете бояться страданий. Существует множество внешних проблем. В мире есть много всего. Что-то произойдет, что-то не произойдет, что-то будет действовать на нас, что-то против нас. Все это происходит постоянно. Но действую ли я на себя или я действую против себя внутри этого? Моя жизнь немного энергичнее, чуть лучше, радостнее, чуть более умиротворенная. Просто измеряйте это каждый день. Так что вам нужно ввести журнал учета. Да, если вы занимаетесь бизнесом. Как вы узнаете, развиваетесь вы или нет? Только тот, кто ведет учет, знает, делает ли он деньги или терпит убытки. Не так ли? Точно так же вы должны вести учет. Просто взгляните. Скажем, вчера вы были радостны пять раз за день. Если сегодня шесть, вы стали лучше. Если завтра семь, стали лучше. Но если послезавтра три, вы стали хуже. Сколько у вас радостных моментов? Почему я говорю о радости? Мы не используем радость как цель. Радость – это мера. Радость означает, что вы расслаблены, что вы становитесь чем-то большим, чем просто психологическая неразбериха. Не так ли? Радость не означает, что вы достигли чего-то. Радость просто означает, что жизнь стала расслабленной, вы не вредите себе. Уделите этому пять минут. Был ли я сегодня лучше, чем вчера? Был ли мой день лучше? Если вы ведете учет каждый день, вы увидите, что бы ни происходило в жизненных ситуациях, вы не пойдете ко дну. Я не пытаюсь указывать вам, что есть и что не есть. Ешьте все, что хотите. Но, поскольку вы человек, самое главное, чтобы вы делали это осознанно. Все, что вы делаете, должно происходить осознанно. Выбор и употребление пищи также должен происходить осознанно. Важно не только, что вы едите, но и то, как вы это едите. Когда я говорю «как», все это живые субстанции. У каждой из них была своя жизнь, будь то растения, животные, овощи. У всех у них была своя собственная жизнь. Если вы подходите с определенным чувством благодарности и почтения, еде, которую вы едите, когда я говорю «почтение», вам может показаться, что это слишком. Но я хочу спросить вас. Скажем, мы закроем вас в комнате, и в течение пяти дней вам будет нечего есть. Если перед вами появится Бог, что вы попросите? Еду. Вот насколько это важно. Вы должны понять, что еда на вашей тарелке – это не просто вещество, не материал, не товар. Это жизнь. Для вас это материал, из которого строится ваша жизнь. Так что относитесь к ней соответствующе. Сейчас, когда еда на вашей тарелке, она не имеет большого значения. Но как только вы употребляете ее, она становится вашей плотью и кровью, внезапно она приобретает огромную значимость. Почему мы так живем? Очень важно, чтобы вы относились к еде в своей тарелке как к части себя. Употребляйте пищу с величайшим почтением. Если вы измените то, как вы ее потребляете, пища внутри вас будет вести себя совсем по-другому. Почва, по которой вы ходите, обладает определенным разумом и памятью. Поэтому, даже если вы живете в каменных джунглях, важно поддерживать связь с землей, на которой вы живете. Создайте для себя возможность каким-то образом оставаться в контакте с почвой или землей, на которой вы живете. С этой частью земли. Если голые руки и босые ноги, особенно ладони и подошвы, контактируют с землей хотя бы несколько минут в день, произойдет определенная гармонизация физиологического процесса, просто от нахождения в контакте с землей. Если вы проводите хотя бы несколько минут в саду босиком, прикасаясь к растениям или деревьям, потому что это является основой вашей жизни. Вся жизнь и ваше любого другого существа возникла из этой земли. Оставайтесь в контакте с ней и гармонизируйте свою систему. Прежде чем лечь спать, просто посидите в своей постели всего 2 минуты. На 2 минуты. Просто представьте, что вы умрете прямо сейчас, через 2 минуты. Как это будет? А затем ложитесь спать. Вы увидите, что завтра, когда вы проснетесь, вы будете чувствовать себя, словно только что родились. Если вы заснете с этой осознанностью, вы проснетесь совершенно новым измерением энергии внутри вас. Допустим, вы проснетесь завтра утром. Нет, нет. Видите ли, вы думаете, что это шутка. В этом вся проблема. Каждый день примерно 300 тысяч человек не просыпаются. Так что, в том случае, если завтра вы проснетесь, проверьте, живы ли вы. Если да, просто сделайте вот что. Ради себя, не ради меня. Широко улыбнитесь. Вы все еще живы. Да? Стоит ли ваша жизнь этого? Не думайте, что вы будете продолжать просыпаться каждый день. Однажды вы не проснетесь. Да или нет? Проснувшись завтра утром. Проверьте, живы ли вы. Если вы мертвы, тогда ладно. Но если вы живы, широко улыбнитесь. Если умерло 300 тысяч человек, то, возможно, от 3 до 5 миллионов потеряли кого-то из близких. Проверьте, живы ли еще те 4-5 человек, которые дороги вам. Если живы, улыбнитесь еще раз. Да? И взгляните на часы. 7 вечера, и вы все еще живы. Улыбнитесь еще раз. С этого момента. Каждый раз, когда вы смотрите на часы, если вы живы, вы должны улыбнуться. Потому что это самое главное, что с вами происходит. Не ваши деньги, не профессия, не ваша семья. Вы сейчас живы. Вот самое главное. Жизнь очень коротка. Сделаем так, чтобы это произошло. Ваша способность хорошо жить на этой планете, по сути, зависит от того, насколько хорошо вы можете использовать это тело и ум. Да или нет? Поэтому, чтобы использовать это так, как вы хотите, очень важно, чтобы между вами и телом, между вами и умом было небольшое расстояние. Любые страдания, которые вы испытали в своей жизни, вошли в вас либо через тело, либо через ум. Знакомы ли вам еще какие-то страдания? Знакомы ли вам еще какие-то страдания? Физические страдания, умственные страдания — это все, что вам известно, не так ли? Если между вами и телом, между вами и умом возникает небольшая дистанция, это конец всем страданиям. Вы можете исследовать всю глубину и измерение этой жизни, только когда исчезнет страх перед страданиями. Так что мы хотим предложить вам то, что называется ишекрия. Она создает дистанцию между вами и вашими мыслями, между вами и вашим телом. Если люди будут испытывать это в течение двух минут в день, их жизнь изменится. Определенно. Как только они познают такую свободу, они не будут искать ничего другого. Ни алкоголь, ни наркотики, ни что-то еще. Потому что это гораздо больше. Это гораздо более сильный наркотик, чем все, что вы знали. Итак, одно из ваших новогодних обещаний должно звучать так. Я медитирую. «Наркоголь надм Valeю Эта». « autorいる ускорFF ситья» Исистите, так и даже там, лишь хихiel и наполем. Редактор субтитров стал大家好patient.